Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс с торговыми идеями, в котором каждый день мы постим и размещаем дополнительный аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Ну что ж, финансовые рынки продолжают отходить от выхода данных по инфляции. Это серьезный буст, заряд для движения буквально всех сегментов финансовых рынков на последующие периоды, на ближайшие недели. И с этой информацией мы будем дальше работать, тем более, что она полностью соответствует нашим с вами прогнозам. Парагнозам, в соответствии с которыми американская валюта получит достаточную поддержку для того, чтобы выйти на новые локальные максимумы. Да и, собственно, в последние дни мы видим то, что индекс доллара пытается зацепиться за сопротивление 104 пункта. И я допускаю, что в ближайшие дни это все-таки произойдет. Сегодня на повестке экономического календаря практически нет релизов, на которые можно было бы обратить внимание. Но единственное, что выступление представителя американского регулятора Лизы Кукка. Для того, чтобы у нас была более четкая картина будущих действий Федрезерва, лучше, конечно же, сложить вот этот пазл из разных мнений, понять вообще, какой позиции придерживаются представители американского регулятора. Разделяют ли они то, что нужно удерживать ставки на высоких уровнях, может быть, они склоняются в пользу того, чтобы темпы повышения ставки были более высокими, потому что инфляция, ну как ни крути, она существенно отстает от целевого ориентира, даже несмотря на наличие тенденции к снижению. Поэтому каждый представитель американского регулятора это для нас дополнительная возможность понять, в каких условиях, с точки зрения разнообразности мнений, варится сам американский регулятор. И мы продолжим анализировать подобные выступления и делать соответствующие выводы. По нашему традиционному набору финансовых активов. Давайте начнем с рынка нефти 85-84. Здесь тоже картина более располагающая, потому что бы настроение у покупателей осталось хорошим, потому что рынок нефти показывает восходящую динамику. Пока что держится выше 85 долларов за баррель. Переживать не стоит. При том фоне, который сложился сейчас, я думаю, что у нефти будет больше шансов все-таки попробовать побороться за уровень сопротивления 90 долларов за баррель. Но в целом рынок нефти сейчас находится под влиянием противоположных факторов. Во-первых, это негативный, если фон, намерение властей США для того, чтобы сбить цены на внутреннем рынке, дополнительно реализовать до 26 миллионов баррелей нефти и стратегических запасов, даже несмотря на то, что запасы и так находятся на минимальных уровнях с 80-х годов. Данные по запасам в целом нефти США от администрации нафтической информации, это отчет, который вышел накануне, показали, что запасы выросли, друзья, на 16 миллионов баррелей. Я могу ошибиться, но, на мой взгляд, это один из самых максимальных показателей прироста за все время наблюдения за статистикой. Что касается фона, который нейтрализует вот этот набор негативных факторов, стоит вспомнить про прогнозы ОПЕК относительно роста спроса на нефть в этом году. По-моему, на прошлом брифинге я делал акцент на то, что ожидается повышение спроса на 2,32 миллиона баррелей. Причем основной рост потребления придется со стороны азиатского региона и две трети только на Китай за счет того, что китайские власти все же приняли решение отказаться от политики нулевой терпимости. Также эксперты ОПЕК сделали акцент на Россию, где добыча нефти в этом году снизится ниже 9 миллионов баррелей, в то время как еще год назад она была существенно выше 10 миллионов. И такая картина позволяет нам вновь фокусироваться на идее потенциального дефицита, предложение которой, на мой взгляд, для рынка углеводородов останется основным катализатором для движения и в данном случае развития бычей динамики. Индекс доллара 103,57. Сейчас данные по инфляции, которые вышли во вторник, по всем цифрам пробегаться не будем. Лишь напомню, что в месячном выражении основной инфляции потребительских цен выросло на целых 0,5%, базовая инфляция увеличилась на 0,4%. И здесь самое главное, если посмотреть на то, с какой статистикой мы работали в предыдущем месяце. И если мы это сделаем, мы придем к выводу, что рост, который был зафиксирован в январе, стал максимальным с июня. И здесь, конечно же, это явный, тревожный звоночек, указывающий на то, что при сохранении подобных темпов и дальше, что вполне реально, мы через месяц-два сможем увидеть и в годовом выражении статистику со знаком плюс. Конечно же, рост инфляции, либо сохранение таких серьезных инфляционных рисков, как и сейчас, заставит американский регулятор проводить точно такую же политику. Это как минимум, который он проводит сейчас, как максимум, сделать более активным темпы повышения процентной ставки. Да и даже сейчас, по прогнозу, по консенсусу с ожиданием рынка, ключевая процентная ставка американского регулятора превысит на 5,25% и достигнет как минимум 5,5%. Я думаю, что в таких условиях мы имеем полное право делать ставку снова на жесткую монетарную политику, финализируя и, соответственно, удерживать длинные позиции по доллару. Вчера вышел отчет по роничным продажам, который превзошел ожидания экспертов. Фактически прирост в январе составил 3%. Это серьезная цифра, которая доказывает то, что американская экономика, возможно, остается в инфляционных ловушке. Ну, невозможно, уберем это слово. Я думаю, что остается, потому что роничные продажи на фоне высокой инфляции доказывают, что потребительская активность особо не проседает. И ее стимулом выступает повышение заработных плат. А заработные платы, их постоянный рост отражает тот факт, что инфляционная спираль сохраняется. Поэтому я допускаю, что рост инфляции может все же вывести на положительную территорию и годовые показатели. И делать нужно соответствующие выводы. И с этим акцентирую внимание на наличие потенциала роста у доллара. Золото 1840. Мы фактически сделали нашу первую цель вчера, потому что минимум был 1830. Это еще не предел. Я допускаю, что при сохранении текущих раничных настроений 65% трейдеров золота покупают. Этот актив может показать еще одну волну распродаж. Поэтому давайте по-прежнему сохраним нашу амбициозную цель. Это на отметке 1800 долларов за тройскую унцию. Британская валюта против доллара. Лоу вчерашнего дня. 1,1988. Мы сделали нашу цель повторно. 1,20. Причем распродажи британской валюты стали следствием выхода данных по инфляции в Англии, которая осталась в прошлом месяце на двухзначном уровне. 10,1%. Значит, Банк Англии будет повышать ключевую процентную ставку. Возможно, даже ставка в Англии приблизится к ставке американского регулятора. И по мнению аналитиков сети, из-за того, что британский регулятор будет вынужден это делать, противостоя инфляции, из-за того, что эта мера по сути не работает, экономики станет еще хуже. Темпы экономического роста просят на 1,5%. А пара фунт-доллар может оказаться в районе отметки 1,1. Наша цель это пока что все же добиться закрепления пары фунт-доллар ниже отметки 1,20. И доллар-иена также без изменений. Всего 133,88. Назначение у ЭДА и высокая инфляция для меня катализатора того, чтобы не менять свою точку зрения о потенциале роста японской валюты. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.